на почту просто как к ленину марзолей очередь какая у ее ее слушать человек 30 зашло ну чё я буду стоять что ли там блин пойду домой потом попозже приду вот это да конечно проблема тут с этим доброе утро мои дорогие прям ну такое доброе вот третий день ну просто красота эти все уже сухо просто вот на прелесть тихо ветра нет солнышко тепло постою на улице погреюсь на солнышке ну что мои дорогие а я собственно готова в дорогу все дела у меня переделаны съездили мы калинки прощались но снимать я не стала уже я не могу мне прям собственно изо всех дел у меня получить пришло мне письмо заказное с моей родины ну это видимо наверное от нотариуса по поводу наследства и вот мне нужно его получить и еще макарик придет в три часа он заболел этому к врачу и он зайдет ко мне вот ну и все и собственно говоря я в девятнадцать двадцать отъезжаю на поезде в питер почему еду на поезде а потому что уже надоело летать да и ехать тут всего сутки так что поедемте со мной кто хочет прокатимся посмотрим природу карелию правда билетом взяли только вчера вечером но досталось все таки мне плацкарте нижняя полка слава богу уже практически не было два места всего остальные боковые в общем поеду приеду вечером завтра даня меня встретит но там правда там идти пешком то господи минут семь наверное от ладожского вокзала чем короче говоря еду я мои дорогие опять не хочется но надо мне еще предстоит после питера в москву ехать и уже потом в крым но это все будет довольно таки быстро потому что я немножко побуду в питере немножко москве и поеду надо сажать во всю весна вот так что так что такие дела нет побуду еще сейчас дом полчасика посижу а потом пойду может эта толпа схлынет я специально пошла посчитал 37 человек но это мыслимо там две кассы правда но это все равно долго они так работают медленно а стоять там в толпе в этой маске желания как-то нет вот видите где тень снег лежит еще но при таких темпах при такой погоде быстро все растает ну а я чего но я не могу я ненавижу очереди я не могу в них стоять пойду-ка я в ленту схожу вот вообще сегодня странный день хочу вам сказать я не знаю чем это связано у меня видео загружается уже часа полтора и вот дошло до того что уже наверное до минут сорок уже вот так и стоит осталось четыре минуты и стоит четыре минуты и никак я ждать не могу я начинаю нервничать поэтому пойду думаю схожу в ленту поснимаю вот видите как аккуратненько сложенных крупные всякие ну мусор а правда и там он накидали понятно не без этого вот я хочу сказать черноморский не найдешь деревяшечки ни одной на помойке ни одной потому что леса нет а тут и ковры выбрасывают шерстяные и что только не выбрасывают а здесь вот ветерочек дует посидела на лавочке нашла лавочку лавочки остались кое-где это вот в старых хрущевках а раньше то ведь бабушки сидели на лавочках вот это вот помните да еще бы когда молодые были сидели обсуждали и все видели и все знали участковым прям подспорье было теперь уже такого нет люди живут и подъездят они знают друг друга вот она и лента да я чё хочу зайти танюшка каждый день привозит из ленты пакетами вот эти вот розы ну который уже прям посадить можно груши она вот купила в общем каждый день что-то привозит пойду посмотрю вот тот район на горе раньше назывался страна дураков и вот между собой до сих пор так вот называемые вот не знаю почему ну как-то во первых он так строился тогда еще в отдалении еще и как-то вот этих вот домов они вот и туда очень плохо ходил транспорт но татьяна валерина подруга моя там живет уже много лет у нее такой вид из окна на озера на ленинград красота сверху очень красиво почему-то звали страна дураков мои хорошие кто в курсе почему так ее называли напишите мне пожалуйста потому что я вот 30 лет прожила и не знаю почему так вот какие-то догадки а может совсем и по-другому так называли кто мои хорошие сходила я в ленту но я это отдельно видео сделаю сейчас пойду еще на почту схожу разочек купила себе вот такой секатор не знаю знаю пластмасса конечно тут присутствует какой-то храповый механизм но у меня факт тот что нет никакого у меня сломался если бы ехать на машине я бы загрузила всю машину так как все это как-то надо перевозить то десять раз подумаешь покупать не покупать крис 40 что мои дорогие едем мы на вокзал хорошо в этом году весна ранняя служа вообще снега в целом в центре нет совсем сашенькой вот не попрощалась не привела его дня не еще и сад ну да забрала гуляют гуляют где-то он если гулять хочет такого не загонишь на улице такая красота а ладно потом по телефону увидимся вокзал ледовый дворец мурманский а там бассейн ну все я в вагоне он сыночек мы пока 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 все пошел ну что мои дорогие я сейчас поеду скоро вот мой плацкарт первое место прям тут у проводников потому что я очень боюсь с кипятком в руках ходить поезд когда качает очень боюсь обварить кого-нибудь вот белье его пакетики поезда стали хорошие по сравнению с тем какие были раньше я помню раньше 50 рублей платили проводнику чтобы подзарядить уже телефоны были а были проблемы а теперь он под столом а тут он на боковушечки две розеточки вот вроде бы вроде бы все да вот как обычно но все какое то такое приличное прям прям все как надо детей раньше привязывали колготками все туалеты био не закрываются на остановках вот температура на улице 13 градусов а внутри 26 а сейчас поедем через 7 минут мы с костей просидели проболтали я уже звонила танюшка саша звонил маленький сказал привези мне сок с тыковкой жалко конечно саше не попрощались ну ладно мы с ним все время по видео связываемся так что я на месте сейчас разберусь буду от а 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